Жду ваши плюсики, смотрите, подтверждение, что вы меня слышите. Отлично, спасибо. Итак, сегодняшняя тема нейродермит. Профилактика всем, как применять суперпродукты НСПИ и как особенно его не применять. Значит, ну, в самом начале хочу вас спросить. Все ли из вас помнят, что такое аспириновая триада? Ну, вот просто хочу ваших усилий в этом направлении. Кликните по поисковику и найдите аспириновая триада. Это будет ваше такое маленькое, ну, если хотите, задание по освежению информации. Мы с вами об этом много раз говорили. Каким краем аспирин и аспириновая триада к нейродермиту имеют отношение, я вам могу сказать. Прием лекарств всегда имеет отношение к каким-то осложнениям, которые могут возникнуть. Понимаем мы, что это связано непосредственно с лекарствами. Это прямое поражающее действие. Это посредственно через ослабление иммунитета и поражение печени, через болезнь системы пищеварения, которые возникают. То есть, путей, каким образом лекарства сегодня провоцируют кучу болячек завтра, послезавтра и в короткой и долгосрочной перспективе, объясняю немного. Но проблема в том, что самое-самое простое решение по профилактике всего и сразу – это сохранение здоровья сегодня, чтобы минимизировать, свести практически к нулю потребность в лекарствах. Сразу хочу сказать, тем, кто в курсе насчет адресидерматитов и нейродермитов, я уже говорила об этом результате, хочу сказать вам еще. Когда вы задаете мне вопрос, ну вот, у меня есть семья, которая хочет начать прием продукта НСП, но они хотят знать, а какой же там прогноз? А что у нас в итоге вот получится? Если получится что-нибудь, то что получится? Самое интересное, что я могу вам сказать, по каждому конкретному случаю, прием продукта НСП всегда приносит пользу. Гарантий никто никому никаких не дает. Но в плане результата хочу сказать, что лично моя группа наблюдения детей с атопическими дерматитами, куда вошел и нейродермит тоже, 27 человек. Время проявления от рождения до 3 лет не рецидивируют более 12 месяцев. Вот у них у всех, понимаете, какая штука. При этом самый длительный период ремиссии – 7 лет. Я хочу сказать, что это очень важно и значимо лично для меня. Результаты есть. Есть. Но не могу сказать, что все, кто обращались, вошли в эту группу. Почему? Мама, которая говорит, пускай, ест, что хочет. Бабушка, которая говорит, ну что же на капсулы ребенка перевезти, поехали в деревню на свежее молоко. Обращаю ваше внимание, что период достижения результата в среднем 2-3 года. Не просто 3 года прошло, а это упорный труд мам больных детей. Мамы тоже аллергики многие. Есть мамы, которые здоровы в аллергическом плане, нет аллергологического отягощения. Есть мамы аллергики, которые родили вот таких вот тоже аллергонастроенных детей. Так вот мамы, у которых у самих бронхиальные астмы, нейродермиты и экземы тоже оздоравливались. Некоторые решились родить детей уже не боясь аллергенной наследственности. И их новые дети, те, которые родились уже, скажем так, в поле НСП, получали грудное вскармливание от 1,5 до 2,5 лет. Нет аллергозов. Не болеют дети. Вот итог, который я хотела ставить на финал. А сейчас давайте начнем с нейродермита. То есть я хочу сказать вам, что понимание, что ваши усилия по общему оздоровлению, по выбору именно здоровых и правильных продуктов питания, а не лишь бы что перекусить, потому что удобно. Удобно залить кипятком эту вермишель, которая то ли доши рак, то ли доши гастрит, то ли доши нейродромит. Таких примеров много, когда удобная выгодия с точки зрения финансов и экономии времени еда оборачиваются потом большими расходами на лечение, большими потерями в нервной системе, суперстрессами и, главное, страданиями, которые не выбирали такую еду. Эту еду выбрали их родители. Поэтому выбирайте с умом. Нейродермит. Ну, сразу немножечко теории. Влияет заболевание эндокринной, нервной, пищеварительной систем, отравление, хронический возбудитель инфекции, к факторам риски стресса, физические перегрузки, питание, ежели им пренебрегают, может, конечно, естественно, ударить рикошетом и по коже, бесконтрольное использование лекарственных препаратов. Значит, что у нас в аспириновой триаде? Я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели, что такое аспириновая триада. Пока я буду сейчас этот слайд зачитывать, прошу вас пройти на Google и полюбоваться. Все чаще высказывается мнение о наследственном факторе. Опасен бактериальное или вирусное ослабевание организму после бактериальной или вирусной инфекции. Особенно опасен герпес. Нужно соблюдать особую осторожность при проведении вакцинации и использовании лекарственных препаратов. То есть, если ребенок у вас ослаблен, то, к сожалению, вакцинировать его в графике прививок вы не можете. Ну а теперь непосредственно к нашей теме. Мы говорим о том, что иммунитет, о том, что система пищеварения и общий уровень здоровья очень связан. И кожа является зеркалом этого состояния благополучного или же неблагополучного. Лимфатическая система. Обращаю ваше внимание на то, что если в кровеносной системе все достаточно логично, то есть, допустим, артерия и вена через капилляры, они друг в друга перетекают, и тут все, а потом через легкие наоборот, кровь венозная превращается в артериальную. Тут, понимаете, есть такое как бы кольцо. Все циркулирует, все понятно. Лимфатическая система, она немножечко другая. Она начинается слепо. То есть, есть вот слепое, такое тупое окончание лимфатического капилляра, в него ничего, никто не впадает. Впадает просто через такие отверстия жидкость. И, кстати, хочу сказать, что при операциях, которые делают женщинам, например, при удалении груди по поводу рака, например, возникает лимфостаз, когда пересекаются лимфатические капилляры. И, кстати, многие пластические операции тоже перестали делать по второй методике, именно потому, что возникает лимфостаз, между прочим. Но это так, лирик, вот вам лимфатическая система. Значит, лимфатический капилляр начался слепо где-то, пошел в пау, впадают лимфатические капилляры в лимфатические узлы, тут клапаны, лимфатические сосуды, и в конце концов, эта жидкость лимфа впадает в крупные кровеносные сосуды. Обращаю ваше внимание, что лимфатические сосуды и капилляры – это везде в теле, кроме волос и ногтей везде, даже в мозге, между прочим. Ну, в костях есть костный мозг, конечно, не лимфа, но тем не менее. А где вообще начинается все это великолепие? А вот вам артерия, вена, капилляры, которые находятся в ворсинке кишечника, и вот вам, пожалуйста, как чудесно показано, как начинается лимфатический капилляр, и по сути дела вся лимфатическая система, где в ворсинке кишечника. О чем речь? О том, что лимфатическая система, вот она тут слепо-тупо начинается, да, вот такими тупыми концами, да, она процеживает жидкость, которую получила от кишечника в первую очередь, то, что в кишечник впало, пошло сюда, пошло по лимфатическим узлам, отфильтровалось и впадает в крупные кровеносные сосуды. Но вопрос в том, что лимфатическая система и иммунная система отличаются очень ненамного. Что есть в иммунной системе такого, чего нет лимфатической? Ну, костный мозг, ну, селезенка, тимус, миндалина, дноиды, аппендикс. Очень хорошо. Но по сути дела лимфатическая и иммунная система – это фактически одно и то же. Иммунная немножечко больше. Но вот та лимфа, вот те лимфатические капиллярчики, лимфатические узлы и все то великолепие, которое входит в лимфатическую систему, оно автоматом входит в иммунную систему. Иммунная, добавьте, тимус, костный мозг, ну, аппендикс, само собой, как же без него. И еще немножечко такого, знаете, сложноустроенного оборудования. Но, по сути дела, на базе лимфатической системы мы рассматриваем иммунную. И поэтому, когда мы говорим, что нейродермит – это кожное проявление нарушений в системе пищеварения и вне тети, которые не всегда передаются по наследству, то в первую очередь надо говорить о том, что профилактика находится на уровне нашего рта, что мы вносим в свородовую полость пищеводой желудок, что мы выбираем. Вот что заложили в систему пищеварения, то на коже и выйдет. Но пройдет через иммунитет, через лимфу, и, безусловно, качество еды, ее полноценность отразится. Профилактика всем возможна и проста. Выбирайте качественную, безопасную пищу, чтобы питание и детектикация у вас было каждый божий день в составе того, что вы съели. Минимизируйте токсические и аллергические воздействия и максимально расширяйте питательную составляющую до полноценного рациона. Расширяйте то, что вы кушаете. И, пожалуйста, вводите обязательно детектицирующие добавки. Аспирин и бронхиальная астма. Чудесно. Аспириновые триады нашли. О чем речь? О том, что одно первое введение любого лекарства может нам стоить очень дорого. Мы можем узнать, что у нас на него реакция. Но самое прошивое в аспирине, то, что можно не понять, где взялась астма, и продолжать пить аспирин, уже пользуясь ингаляторами, уже пользуясь кучей лекарств, не знать, что причина астмы в аспирине. И самое удивительное, что кожные проявления вот этих неблагополучий, они точно также могут быть спровоцированы лекарствами, которые мы необдуманно, без понимания, насколько это опасно, берем и поедаем. Так, Светлана пишет, не видно. Все видят слайд с вот этой роскошной ворсинкой и лимфатическим капилляром по центру. Значит, видно ли вам слайд? Да. Значит, кому не видно, вам нужно просто перезагрузиться или войти с другого браузера. Говорят, что помогает. Обращаю ваше внимание на одну простую вещь. Суммарный вес всей кишечной флоры взрослого человека составляет полтора кило. Вы представьте себе, вы берете пачку сахара килограммовую, одну. Берете к нему еще половину, да? То есть вот это полтора килограмма, возьмите в руку, попробуйте, ощутите. Или это гантель у вас на полтора килограмма. Это много. Если вот эта, вот эта живая биомасса населена микроскопическими существами, и они дружественны вам, они не могут быть все вам дружественны, но хотя бы большинство из них вам полезно или хотя бы не вредно, то это уже счастье. Всех, пока кого не коснулась тема спастись от аллергоза, должна коснуться тема профилактики. Тема профилактики касается всех. Потому что когда аллергоз уже бушует, вы не все можете принять в качестве лекарства, абсолютно не все в качестве еды, и даже вдыхаемый воздух мегаполиса может утяжелить. Обращаю ваше внимание на то, что грудное вскармливание, исключительно грудное вскармливание в первые три месяца жизни ребенка может отсрочить развитие атопического дерматита у предрасположенных детей в среднем на 4,5 года. Что это значит? Значит, ребеночек, который не на первом году жизни заболел, а у которого он 5-6 и больше лет. Понимаете? И у него в запасе вот эти 4,5 года есть, чтобы питаться правильно, вырасти, подрасти. Чем ребенок старше, тем ему легче эти дела пережить. В том числе аллергические. Прием матерью во время беременности и лактации и также обогащение рациона ребенка первого полугодия жизни лактобациллами снижает риск раннего развития атопических болезней у предрасположенных детей. То есть кормите грудью своего младенца, кушайте полезную микрофлору и давайте ребенку. И будет вам счастье, на 4,5 года отходит вперед, в перспективу риск развития аллергозов. А полезная микрофлора вам в этом еще и помогает, наряду с грудным вскармливанием. Ну а теперь еще к кишечнику и к микрофлоре. В кишечнике в 6 раз больше микробных клеток, чем в соматических клетках во всем теле человека. Что такое соматические клетки? Те, которые не половые. Уберите половые клетки, остальное все тело создано, утыкано, наполнено нашими соматическими клетками. Так вот представьте себе, что это число надо умножить на 6 и это будет число микробов, которые у нас сидят в кишечнике. Умножить на 6. Представляете? Какой-то гигантский механизм. Какая это вообще, какая-то вавилонская башня. И чтобы вот это все столпотворение, невероятное количество микробных тел работало на благо нашего иммунитета. Не на аллергизацию, интоксикацию, невротизацию, хронизацию болячих, а во благо профилактику рака, профилактику аллергозов, профилактику метаболических нарушений, профилактику желчекаменной болезни, мочекаменной болезни, атеросклероза. Все эти вещи завязаны на полезную микрофлору. Это давно доказано. Так вот микрофлора должна быть полезной, поэтому должна заводить каждый божий день, хотя бы по сути полезной микрофлоры. Ну, каждый день или через день. Профилактика вообще начинается с естественного вскармливания детям. Полноценное питание всем остальным и устранение бытовых аллергенов. Уберите лаки, уберите отдушки, уберите пахнущую парфюмерию, уберите бытовую химию, замените нехимией. Возьмите нормальный дезодорант, безопасный, особенно беременной и кормящей женщине. Ей нельзя вот эти ролики с избытком химикатов использовать. Женщине нужно потеть, чтобы ввести токсины, иначе токсины пройдут в грудное молоко. Если подмышечные падения, они не выделяются. Зачем в ребенка эти токсины вводить? Потеть можно, при этом запаха не будет. Полезное питание обязательно, причем заметьте генетически чистый белок растений, это важно. Пытовая нехимия, косметика, которая нигде ничего не портит, не перегружает, не аллергизирует, и питание, которое питает и одновременно детоксицирует. Все очень просто. Вот опять-таки кишечник. Значит, здесь предполагается бактерии частички, то есть это просвет кишечника, пробиотические бактерии. Это стенка кишечника, это лимфатический капилляр, и тут вам прямо сразу нарисовали лимфатический узел, а потом кровоток к печени. О чем речь? Лимфатическая, она же иммунная система, печень, почки, сосуды, и все, что в теле есть, получает то, что у нас в кишечнике. Токсины, яды, патогенная микрофлора могут быть обезврежены прямо здесь в просвете кишечника. Чем вы знаете? Коралловый кальций или кальция с витамином D. Значит, кальций как детоксикант. Е-чай, который легко послабляет и одновременно детоксицирует. Карбогребер, сфатгребер взрослым, которые сорбируют и выводят токсины. Локло. Обязательно полезная микрофлора. Каждый день или хотя бы через день по капсуле. И это все на уровне кишечника, помогает вам не пропускать сюда токсины, яды, аллергены. Это взрослому. А ребенку обеспечьте первые 3 месяца хотя бы грудное вскармливание и обязательно полезную микрофлору. Что касается атопический дерматит, у маленьких детей проявляется вот так, у детей постарше вот так. Но на самом деле, если вы не знаете, что это такое на коже, идите к дерматологу, пускай вам четко ответят на вопрос, что это. Потому что есть инфекционные вещи, есть паразитарные. И отличить их просто так, на взгляд, человека, который не силен в дерматологии, если даже это врач, но он не дерматолог, он скажет, идите и спросите, уточните у специалиста. Значит, если вам точно подтвердили, что это атопический дерматит, имейте в виду, правильным питанием, устранением аллергенов вокруг и внутри организма, и вокруг организма, вы можете решить очень многие вопросы. Но решать эти вопросы, когда уже горит, и вам жалко ребенка, и требуется гормональная мази, чтобы он хотя бы ночью спал и не чесался, требуется специальная диета. На почве применения гормонов, которые обязательно всасываются через кожу, хоть в минимальной дозе, но тем не менее, безусловно, будет подавление иммунитета. Оно местное происходит этими гормональными мазями, оно, естественно, будет и в общем, в том или ином разрезе вы это получите. Чем меньше ребенок, тем это будет более выражено. То есть вы еще можете получить часто болеющего ребенка, потому что он аллергик, потому что вы используете вот эти противозудные вещи хотя бы на ночь, чтобы ребенок спал. Невротизация ребенка, привыкание быть больным, бегать на анализы, ходить по врачам – это тоже очень скверно. Обращаю ваше внимание на то, что в свете последних данных поверхность слизистой оболочки системы варения является самой обширной поверхностью тела человека, и измерили это 30-40 квадратных метров. Это если не берут вот эти все втенки, микроворстинки, микрокрипты, положили, разрезали 40 квадратных метров, не вдаваясь в подробности. 40 квадратных метров. Вполне себе приличная квартира, друзья мои, в которой может жить спокойно 2 или даже 3 человека. Скажите, что это не так. Но представьте, вот такое пространство внутри вас всасывает, впитывает, втягивает нутриенты, которые вы положили. Или канцерогены, аллергены, радионуклиды, пестициды. И у нас не всегда есть выбор. Радионуклиды, пестициды, мы не видим их невооруженным взглядом, но они по определению есть. Потом детоксикация каждый божий день. И микрофлора каждый божий день. И обращаю ваше внимание, если через день по капсуле бифидофилуса, то это сколько? 90 капсул. Пить через день ежели, это, извините меня, полгода, и это уже хорошо. И это правильно. Какая у вас здесь микрофлора? Очень важно понимать, что с полезной микрофлоры начинается профилактика аллергозов. С полезной микрофлоры начинается профилактика вторичных дефицитов. Начинается очень много, но когда нужно начинать? Вы запланировали зачатие ребенка, и вы должны пить микрофлору по этой причине чаще. У вас уже есть ребенок? Кормите его бифидозавриками или подмешивайте его в пищу бифидофилус. И ешьте сами, потому что вы контактируете с детям своим, и вы можете своему ребенку передать патогенную микрофлору. Это не нужно. Значит, ваша задача пить серебро, хлорофилл, полезную микрофлору, чтобы ребенку передать хорошее и не передать плохое. Как применять суперпродукт НСП при нейродермите? Вовремя. То есть профилактически. Если у вас мама, папа, бабушка, тетя болеют, есть какой-то аллергоз, респираторный, кожный, неважно, вы должны понимать, что если это ваша кровная родня, значит, где-то в генах чего-то есть. Займитесь профилактикой. Сразу же. Вовремя. Я обращаю ваше внимание на то, что корректировать, я вам сейчас скажу как. И это очень, ну, объяснить это просто. Но ваша задача не корректировать, а профилактировать. И это очень серьезная вещь. Когда применять суперпродукт НСП? Обращаю ваше внимание на то, что генномодифицированные продукты, которых перечесть невозможно. Везде. Вот на этом снимке, пожалуй, не гно, только вода. Потому что это не организм, да? А вот все остальное, что хотите, можно, ну, нет, конечно, это не для беременных эти энергетические напитки, но фрукты и овощи, особенно если беременная будет кушать их сырьем, она очень сильно рискует. Я не призываю вас варить эти фрукты и овощи. Я не призываю вас на все вот это безобразие смотреть такими глазами человека, который приехал из экологически чистых мест и теперь ужасается. Экологически чистых мест, на самом деле, может быть, вообще же не осталось. Трудно сказать, где они есть и что туда завозят, какие продукты и откуда. Вопрос в другом. Надо понимать и правильно оценивать, что эти прекрасные чудесные яблочки требуют вдогонку полезной микрофлоры, кораллового кальция, е-чая. То, что как раз беременной не просто можно, а жизненно важно и нужно. Лицитинная меда, пептовид. То есть вопросов, зачем мне это все, если я много денег оставляю в супермаркете и покупаю только самое красивое, этот вопрос неуместен, потому что именно вот это самое красивое требует как минимум нейтрализации. То есть еще чем-то надо кормить, понимаете, выращивать надо ребенка на чем? На ГМО яблоках толку много не будет. А когда просто и так, откуда у новорожденного ребенка аллергия? Мы купили самую лучшую смесь, почему он аллергик? Спросите, сколько ГМО находит в самых лучших в мире смесях и почему это происходит. Так не применять продукты НСП. Не применять. Чего не делать, если проблема уже состоялась. Значит, ну во-первых, давайте не будем соваться с ценными советами на тему, а давайте не будем применять гормональные мази, а давайте не будем применять то, что выписал доктор и так далее. То есть комментировать то, что делает врач, не нужно. Пытаться исправить тоже. О том, что гормональные мази – это небольшое счастье, знает любой человек, в любой глубинке. Понимаете? Даже кто аспирином огурцы, чтобы крышки не срывало, закатывая. Человек тоже понимает. Если аспирин, допустим, для того человека может быть хорошо, есть люди очень здоровые, я за них рада, то гормональную мазь обычно не любит никто. Если мама уже применяет, чтобы ребенок спокойно заснул или чтобы он не был такой беспокойный и такой невротизированный, значит, мама понимает, что это крайняя мера. Это не навсегда, не на каждый день. Это на очень острую ситуацию. Значит, во-первых, не пытаться перешибить продукты МНСП, то, что используется как скорая помощь. И во-вторых, понять, что если уже гормональные мази используются, то ребенку, конечно же, потребуется в большей степени детоксикация и более длительный будет период коррекции, в том числе коррекции иммунитета. Чего не делать, если проблема состоялась предметно. Не надо предлагать многокомпонентные, в том числе поливитаминные продукты. Чудесный, потрясающий продукт ТНТ – это букет витаминов. Именно потому, что они хорошо усваиваются, и их много, это может усилить аллергическую нагрузку. Понимаете, для здорового хорошо, для аллергикой никак. То есть многокомпонентные, особенно витаминные продукты задвигаем пока на период устойчивой ремиссии. То есть, когда кожа будет хорошо, здоровая и долго здоровая. Йод. Запредельно аккуратно, особенно при кожных формах аллергозов. Почему? Йод экскретируется с кожей. Но представьте на минуту, вы человеку дали орех. Вы сказали, ну тут вот явно паразиты, а давайте мы паразитов погоняем. Значит, паразиты при помощи ореха взяли и в кишечнике подохли. Начали разлагаться. Йод в составе ореха экскретируется с кожей. Токсины, которые там в кишечнике всасываются, это тоже идет усиленной нагрузкой на кожу. Кроме обострения вы не получите ничего хорошего. Понимаете? Поэтому убивать паразитов не надо. У людей с аллергичной кожей этого делать вообще категорически не надо. Создайте условия, что паразиты разбежались. Понимаете? Вы можете создать условия, что они просто будут невкусно там пребывать. Они убегут из просвета кишечника. Жилые. Понимаете? Ну не надо уже гореть жаждой мести и их уже добивать. Вам же будет хуже, особенно если слабительный продукт послабляющий не принят в должной мере или он не сработал. Так тоже бывает. Потому что интоксикация порождает запоры. Это тоже вам известно. Значит, йод аккуратно, особенно при кожных формах аллергоза, понимать, что йод экскретируется с кожей. Орех, потому что убивает паразитов, может спровоцировать двойную нагрузку на кожу и умершими паразитами и йодом. Тоже нет. Биостимуляторы, иммуностимуляторы вообще мимо. Не пить вообще. Не нужно стимулировать иммунитет, если его давят гормонами в частности. Вы ничего хорошего здесь не сделаете. Он и так ослаблен, истощен, измотан. Аллергия – это не проявление очень сильного иммунитета, это проявление ослабленного иммунитета, неправильно реагирующего. А вы его сейчас стимульнете, и получится нехорошо. Поэтому орех, биостимуляторы, иммуностимуляторы вообще не применять. Дополннейшие ремиссии. Пример. Крайне важный для здоровья кожи, в том числе иммунитета, цинк. Он стимулирует иммунный ответ, потому что суперпродукт НСП, он сочетается с эхинацией. Поэтому очень хороший и крепкий устойчивый ремиссий до острого периода. Чего еще не надо? Ну и в пирогах счастье. Хотите сладкого? Есть солстик, слим, есть стевия? Пожалуйста, заменяйте. Имейте полное право. Появление нейродермита. Почему он в первый раз в жизни проявляется? Ну, тема номер один – наследственность. Риск аллергоза выше у детей из аллергичных семей. Но однако, друзья мои, нейродермитом районной степени тяжести страдает 10-15% детей до школьного возраста и примерно 15-20% школьников. Что такое 20% школьников? Ну, каждый пятый. Ну, дорогие мои, ну не все же эти 15-20% школьников родились в семьях с аллергозами. Неужели у нас 20% всех родителей в школе аллергики? Нет, вовсе нет. То есть проблема не упирается только в наследственность. Проблема упирается в то, что наш организм подвергается серьезной проверке на прочность, сколько ты еще выдержишь при такой еде. Если любой прекрасный фрукт овощ с большей долей вероятности генномодифицированный. Любой белковый продукт с большей долей вероятности фальсификат. Соя, пальмовое масло в лучшем случае вместо молока. Продукты питания, которые фальсифицированы, которые несут в себе, как правило, ГМО. Но ГМО, помимо того, что можно накормить все голодных, хотя Африка и отказалась от гуманитарной помощи, в которой были генномодифицированные продукты, они решили, что лучше умереть с голода, чем принимать такую гуманитарную помощь. Так я о чем? Чем плохо ГМО? Плохо тем, что это новый вид белка, который мы не можем адекватно усвоить, и он по определению аллергенен. То есть аллергическое отягощение ГМО продуктов не отрицает никто. Не может отрицать, потому что новый вид белка. Мы к такому не привыкли. И наша система пищеварения реагирует неадекватно. Она у нас в каждом плавленном сырке, в каждом молочном продукте, в каждом мясе, хлебе, рыбной консерве, где хотите, может быть, ГМО. Про овощи, фрукты я просто тихо молчу. Потому что их сейчас по-другому просто не выращивают. Плюс еще туда добавлено много пестицидов, потому что ГМО растение устойчиво к пестицидам. И можно усыпать мешками. Это растение выживет при любой обработке пестицидами. Ну вот вам, пожалуйста, молочка, фальсифицированная, в которой соевый белок, с большей долей вероятности. Колбаса, которая в большей доле вероятности все-таки соей, тоже ГМО. И мы говорим о том, что не все дети, не все эти 20% школьников, у которых в той или иной степени правильный эродермит, из аллергичных семей. Не все. То есть создать такое чудо современности, как повышенная аллергонастроенность, как кожный аллергоз, респираторный или какой-то там, ну еще пищеварительная система и различные комбинации. Не трудно, трудно это дело расхлебать. Расхлебывается только питанием полноценным и детоксикацией. Первичная профилактика. Гипоаллергенная диета, исключение крови, молока, яйца и так далее беременным из группы риска, не снижает риск развития атопических заболеваний у ребенка. Более того, назначение подобной диеты негативно сказывается на нутритивном статусе беременной и плода. То есть просто взять и белок убрать как аллерген, не работает, не помогает профилактировать аллергоз. Кроме того, ребенок и беременные могут зачахнуть без нормального питания. Вторичная профилактика. Соблюдение гипоаллергенной диеты во время лактации матерью ребенка, страдающего атопическим дерматитом, может уменьшить тяжесть течения заболевания. То есть когда женщина уже кормит грудью, вот тогда убрать можно, а беременную нельзя ограничивать. Мы говорим о том, что на нашей площади в 40 квадратных метров должен быть полноценный белок. И ничего лучше пептовита, он же свободный аминокислот, и в качестве источника полноценных аминокислот беременным и кормящим пока еще не придумано. Что обостряет нейродермид? Все наше современное, прекрасное, чудесное. Вкусности, сладости, удобная еда. Растительные масла, где слишком много омеги-6, совсем нет омеги-3. Они же, как правило, на ГМО, сырье изготовлены. То есть генномодифицированная кукуруза, генномодифицированный подсолнечник, в который к тому же еще и пестицидов навалили кучу. И мы говорим о том, что современная косметика, особенно детская, это тоже песня со слезами на глазах. Почему? Потому что я лично просто пролистала некоторые сайты, там, где мамы переписываются друг к другу, обмениваются опытом, и выкладывают ужастики. Купила детскую серию косметики для ребенка и показывать фотографию ребенка смотреть без слез невозможно. и пишут, но почему же написали, что для детей те же самые компоненты, что для взрослых, еще и хуже пахнет, сильнее, чем духи. Мне, значит, врач-педиатр запрещает духами пользоваться, а почему косметика по уходу за ребенком так агрессивно пахнет? Но мама включила мозги в этом направлении, когда ее ребенка обсыпала, и когда она его обмазала гормональной мазью, от пяток до головы, потому что реакция была ужасная. Я о чем говорю? О том, что то, как мы едим, то, что мы выбираем, это влияет на наше здоровье, здоровье всех, кто вокруг нас питается с нашего стола, в первую очередь дети. Подсолнечное кукурузное масло. Омеги-6 зашкаливает, омеги-3 – ноль. Ноль, просто ноль. Кстати, на ольняное масло не ведитесь, на ореховое тоже быстро прогоркают, без консервантов не хранятся, так что тоже не очень. Подсолнечное кукурузное – все майонезы, вся выпечка в лучшем случае на них. Есть еще похожие варианты, типа маргарина, мы о них говорили. Что такое омега-3? Омега-3 – противовоспалительные, противораковые, иммунокорридирующие, антиоксидантные эффекты, ну и так далее. Что такое омега-6? Тромбоз, атеросклероз – это у взрослых, у детей иммунодефициты, аллергозы, спазм дыхательных путей, увеличение воспаления, подавление иммунной системы. То есть о чем речь? О том, что когда мы выкармливаем свою семью на изобилии омеги-6, мы должны понимать, что ничего хорошего здесь не будет. К тому же то, что это ГМО, а следы белка здесь есть, а много для аллергизации не нужно, требуется как раз молекулы, чтобы аллергизировать, следы белка в масле есть. Пестициды по определению, если это ГМО-продукт, а не ГМО-нету. Понимаете, то есть о чем речь? О том, что омега-3 должна поступать вовремя. Лечить больного ребенка-аллергика омегой-3 вы уже не сможете. Может быть реакция на рыбий жир, на компоненты рыбы. Может быть. Раз он уже аллергик, он может реагировать так, как он может реагировать. Значит омега-3 в профилактическом режиме, пожалуйста, вовремя. Хочу вам напомнить, что рекламируемые кукурузные подсолнечные масла, это тройной удар по иммунитету, я говорю об этом всегда, когда есть такая возможность. Аллергизация к ГМО-путам незнакомым белком. Еще раз хочу подчеркнуть, почему. В масле содержатся следы белка, но аллергена тоже требуется чуть-чуть. Если где-то какая-то амброзия, какая-то гадость цветет вдали, сады зацвели, у вас нос и глаза потекли. Вы понимаете, что цветочек зацвел не под вашим носом. Издалека принеслось пару молекул, и вы уже чихаете. А если в систему пищеварения положено пару молекул неправильного белка, для аллергизации достаточно. Пестициды по определению ГМО без пестицидов не растут. Избыток омега-6, провокатор воспаления, монодепрессия, аллергизация, атеросклероза, тромбоза, рака и так далее. Все наше навсегда. Омега-3 это идеально для профилактики. Осторожно уже больным. Если у вас есть свой голубной младенец, капельку омеги-3 хотя бы через день, пожалуйста, дайте. А кормящие маме омегу-3 в полном объеме, как давали беременные. Что касается бытовой химии, ну и честно, освежитель воздуха в нормальном доме, где нет зоопарка и зверинца, я не пойму зачем. Достаточно просто помыть, убрать, чтобы не пахло ничем. Чистота – это когда пахнет свежим воздухом. То есть освежители воздуха – это очень плохо. Пахнущие от дужки в бытовой химии – это тоже очень аллергично. Но я хочу сказать, что то, что пропагандируется забота о детях самая лучшая, самая ароматная, самая прекрасная, вот я взяла с сайта Baby.ru. Из 19 компонентов 3 являются производными натуральных веществ. Остальные 16 получены синтетическим путем. 14 компонентов, помечены знаком «Опасно». То есть нашла мама, которая разрыла, раскопала. Но, извините меня, истории, когда дети стали аллергиками на применение детских серий косметики, очень много. Я не хочу сейчас разложить их на молекулы и ругать их. Я просто говорю им, что люди покупают то, что рекламируется. Если в рекламу вложены миллионы, то, извините меня, какова себестоимость этого тюбика с кремом? Хочу сказать, что вот этой страшной детской косметики очень много, пожалуйста, берегите себя, берегите свои мозги, оберегайте мозги своих детей от вот этой рекламы, от вот этой навязчивости. Ярко, красиво, привлекательно. Но это же очень, ну, это может быть очень страшно. То есть если это для работы, для того, чтобы ребенок что-то руками делал, это одно. Если это в качестве косметики, тем более конфеты, зато привлекательные, еда для детей, это очень страшно. А по отношению к детям вообще тема выглядит очень, очень болезненно. Почему? Потому что вот дошкольные, взяли детей в дошкольном учреждении и посмотрели, сколько их в первой группе здоровья, их аж 6,3%. Это дошкольные дети. А вообще здоровые еще в природе сохранились. Обращаю ваше внимание, разложили соотношение кожных и респираторных аллергозов у детей с аденоидитами. Вот амостериновая триада. Аллергический ренит, бронхит, бронхиальная астма и аллергический дерматит. Обращаю ваше внимание на то, что респираторных аллергозов становится больше, аденоиды как-то так, аллергических дерматитов как-то так. То есть уменьшается их число, но растет число астматиков. И это категорически неприемлемо и неприятно. И вопрос в том, что трансформация одного вида аллергозов в другой, она тоже ничего хорошего не несет. Если дерматитов меньше, а бронхиальных астм больше, то еще, знаете, неизвестно, какое зло более приемлемо. Никакое на самом деле. Между общим нездоровьем и состоянием кожи есть прямая связь. И обращаю ваше внимание еще раз и еще раз на аспириновую триаду. Вы нашли эти компоненты сейчас сами. Вот теперь подумайте, если ваш ребенок болеет или вы сами, вам не проще честно поболеть. Избить температуру, ну такая простая вещь, берется с морозилки любая там замерзшая курица, если у вас нет такого пузыря со льдом, берите любую заморозку со своей морозилки. Любую. Полотенечко и сюда, чтобы голова не замерзла окончательно, но хотя бы охладить голову при высокой гипертермии. Так делает знакомая, одна моя знакомая, у которой редкий вид кожного аллергоза, очень редкий вид кожного аллергоза у ребенка. Но я хочу сказать, это не нейродермит, это еще более интересно. Но маме не интересно, понимаете? Не интересно. Мама просто поняла, что нельзя лекарство. И мама поняла, что пусковым моментом было ее увлечение жаропонижающими лекарствами. Она боялась гриппа, боялась высокой температуры. Но теперь у этой мамы есть пузырь со льдом. Она говорит, нет пузыря со льдом, если кто-то там забыл положить. Я беру у соседки курицу из морозилки. Или рыбу в заморозке. Я беру и, ну, так вот, через полотенечко, небось, не заразимся сальмонеллой от курицы. То есть это, конечно, шутки. Но мама, которая поняла, почему фунт лихо, когда ребенок очень, очень серьезный кожный аллергоз, очень серьезный вид кожного аллергоза, переболели. Сейчас они в ремиссии. Мама прекрасно понимает, что связь между текущим носом, который может быть аллергическим ринитом, астматическим бронхитом и бронхиальной астмой, и кожным аллергозом. Связь прямая. Поэтому честно поболеть. Да, вы температурили, да, вы кашляете, да, у вас насморк. Вы сбиваете температуру как можете. И на натуральных средствах она не может сбиться до 35. Это не анальгин и не аспирин. А это неприятно всю ночь прыгать вокруг ребенка, мерить температуру. И родители по очереди не спят. Еще и бабушек подключают. Но я хочу сказать, что увидеть, что такое вот это вот проявление аспириновой триады, не дай бог никому. Е-чай. Каким образом он помогает? Он помогает таким образом. Он очищает кровь, лимфу, он детоксицирует кишечник, он снижает токсическую нагрузку на печень и оздоравливает печень, поджелудочную, желчеводящие пути, кишечник и почки. При этом Е-чай можно применять как жаропонижающее, в том числе у детей. Как детоксикант, мягкое послабляющее – это счастье. Если у вас есть аллергонастроенность, имейте в виду, пожалуйста, что периодически его пить, ну хотя бы неделю в месяц. А еще лучше ближе к выходным попить как слабительное. Никому не вредно. Это не каскара, вы не привыкнете. У вас не будет снижения эффекта. А детоксицирующий эффект и устранение токсической нагрузки на иммунитет, таким образом он корректирует иммунитет. Это очень мощно и здорово. И Е-чай – это очень хорошая вещь. Итак, что требуется от суперпродуктов НСП в режиме профилактики? Питание, детоксикация, восстановление и защита, действие и принципы предобеспечения. Вы сегодня дали пептовид беременной, кормящей или просто ребенку, или просто взрослому. Сегодня дали, а завтра иммунная система это получила и уже бросила в работу. Онкопротекция, радиопротекция, иммунокоррекция. Это есть в Е-чае, в гриппайне, в хлорофиле, в полезной микрофлоре, кораллом кальции, келпе, омеге и так далее. Вытесняющие действия по отношению к инфекционным агентам-паразитам. Это есть у Е-чая тоже. Также полезно и крайне важно для всех систем. Что можно, когда у вас цветущий аллергоз? Чего нельзя, вы поняли. Нельзя много компонентных добавок, нельзя рыбий жир и омегу-3, как его концентрировано представителя, нельзя предлагать. Нельзя йод в любом виде. Нельзя. И нельзя убивать паразитов. Тем же, например, HP Fighter тоже. Не спешите это делать, особенно если есть обострение, нельзя. Что можно? Коралловый кальций, Е-чай. Это можно, это нужно. Они работают как сорбенты в просвете кишечника. Они показывают хороший противозудный эффект, но это у взрослых. У ребенка вряд ли вы успокоите плачущего ребенка, когда он себя раздирает ногтями. То есть ребенок не настолько осознанный, чтобы пить добавки и ждать, пока поможет. Поэтому если требуется снять зуд сегодня и сейчас, чтобы ребенок нормально спал гормональным кремом, действуйте. Делайте это. Но одновременно коралловый кальций и Е-чай. В плане детоксикации, прошу прощения, иммунокоррекции, это будет всегда полезно. Классификация иммунитета, он, наверное, известно. Я показывала уже этот слайд, когда мы говорили про иммунитет. Но вот вам чистый колострум, который поставляется компанией на спин, на рынок Украины. Чистый колострум, с помощью которого вы в ремиссии своего ребенка сможете быстро поставить на ноги без потерь, без больших потрясений после любого ОРВИ, ОРЗ. Это важно. Итак, в первую очередь вам нужны гипосенсибилизаторы. То, что уменьшает аллергонастроенность организма, выводит аллергены, детоксицирует, успокаивает, тушит пожар. Гормональной мази местной я не против. Если это требуется, просто для мира во всем мире, чтобы ребенок выспался, расслабился, отдохнул. И родители при нем тоже. Но внутрь, пожалуйста, коралловый кальций, ЕЧАЙ, и после них давайте начинать МСМ. Коралловый кальций работает как? Он работает хорошо как ксорбент. Связываясь с аллергенами, с токсинами, с канцерогенами, коралловый кальций помогает вам инактивировать их, выводить и уменьшать эту нагрузку и на иммунитет, и на печень, и на кожу. Что касается МСМ, вы знаете о хорошем детоксицирующем эффекте этого продукта. Я бы хотела, чтобы вы, если планируете применять в острых ситуациях, потихонечку, по мере возможности, если есть такая возможность, начинали его пробовать. Особенно это касается детей с микродоз, чтобы когда вам, не дай бог, придется взять его полную там таблетку, чтобы ребенок уже опробовал его, и вы были точно уверены, что все хорошо, переносим их чудесно. Я не видела никаких реакций на МСМ никогда, но я всегда от вас ожидаю четкого введения нового продукта, как это делается для аллергиков, с микродоз. Когда уже горит пожар, и аллергоз идет полным ходом, пробовать, выжидать необходимо. Но тогда вы отдаляете эффект от применения этого продукта, если нет применения полной дозы. Потом попробуйте, ну я понимаю, что звучит это как-то немножко дико и странно, но попробуйте заранее ввести в рацион. Не дай бог что, может быть у вас не случится аллергоза, вообще никогда. Но какие-то пищевые отравления, какие-то моменты с кишечными инфекциями всегда могут случиться, поэтому в рацион вашего ребенка, и тем более взрослых, попытайтесь ввести этот суперпродукт. Если ребенок аллергии, кто в ремиссии, начните вводить микродозы и попробуйте довести до дозы полтаблетки, таблетка на один прием. И тогда, не дай бог, потребуется что-то тушить и гостить, МСМ сработает довольно хорошо. Е-чай. Значит, еще раз хочу вам напомнить, лимфатические капилляры – это начало иммунной системы. Е-чай не позволяет токсинам, аллергенам, ядам всасываться здесь, он их активненько выбрасывает и помогает детоксикации. Значит, что касается смарт-мила. Звук, я надеюсь, у всех нормальный. Наталья написала, что звук пропадает. Как у вас у всех со звуком? Скажите мне, пожалуйста. Вернее, напишите мне, пожалуйста. Пропадает, хороший, хорошо. Я поняла. Значит, смотрите, я опишу вам здесь питание вообще, когда у вас ремиссия и у вас все хорошо. Смарт-мил – это многокомпонентное. Так, какая у вас картинка висит? Подождите. Я надеюсь, вы все видите смарт-мил. Какая спина. А что же вы молчите и ждете, и терпите это безобразие? Так, давайте так. Если не у всех зависла картинка и не у всех пропал звук, значит, эта проблема не у меня, а у вас. Значит, что делается? Перезагружается в таком случае участник вебинара или заходит с другого браузера? Вот. Значит, смотрите. Питание, которое я вам предлагаю. Гриппайн, смарт-мил, в котором детоксикация, гипоаллергенное питание, витамин С и лецитин. Это чудесно. Это чудесно. Но мы говорим о профилактике. О ремиссии. Ваша задача добиться. Вхождение раз, два, три, четыре, вот этих хотя бы четырех добавок в ваш рацион. Если ребенок большой, ему, допустим, там 12, 14, 15 лет, и у него сейчас проявился нейродермит, ребенок начал косметикой пользоваться или дезодорантом каким-то, и у него вот поперло, то в него втолкать лецитин, витамин С, гриппайн нет проблем. Если мы говорим про грудного ребенка, это совсем другая песня. Я хочу, чтобы вы подходили к этому делу дифференцированно. Значит, вот эти вещи, хорошо, когда они принимаются в ремиссии. Понятно, что в возрастной дозе таблетку витамин С вы ребенку годовалому не дадите. Это понятно. Хочу вам напомнить, что комната площадью 40 квадратных метров может быть набита хламом, мусором, трансизомерами жирных кислот, радионуклидами, трогенами, аллергенами, красителями и так далее. Или она может являть собой гармоничное пространство, где есть полезная микрофлора, где все хорошо и идеально усваивается и идет на благо вам. Чем вы свою 40 квадратных метров площадь не наполните, тем она и наполнится. Так и будет выглядеть кожа, так будет выглядеть ваше общее состояние здоровья и, скажем так, от этого зависит качество вашей жизни. Ничуть не умаляя способности наследственности испортить наше здоровье, я хочу вам еще раз напомнить об одной очень важной вещи, о том, что вот у нас такие результаты. В среднем 2-3 года потребовалось мамам больных детей, в том числе мамам аллергичным, с астмой, с нейродермитом, с экземой, чтобы из 27 детей с атопическим дерматитом от рождения до 3 лет проявился этот дерматит и сделать детей практически здоровых. Нет рецидивов, самый маленький срок 12 месяцев, самый большой 7 лет. 7 лет рецидивов. Я хочу сказать вам, что это было непросто, потому что кроме кожных проявлений, каждый ребенок показывал нам чудеса системы пищеварения, с аденоидами, с дискиндвиз, с желчеводящих путей, с холецистопанкреатитами, ацетономическими синдромами. Там была мама не горюй. Там у каждого ребенка был букет. В кавычках просто атыпический дерматит без этого букета такие мамы не попадались на мамы в жизненном пути с такими, в кавычках, простыми атыпическими дерматитами. Это были очень сложные дети. И каждая мама фактически мать-героиня, потому что поставила ребенка на ноги. Подведем итог. Значит, результаты есть точно, но к ним нужно прийти. Это труд всей семьи ребенка-аллергика. Особенно мамы, уважайте ее труд. Результат не моментальный. Результат можно испортить всегда. Фастфуд, алкоголь, курение. Пожалуйста, ваш подросток начинает требовать равных прав. И, пожалуйста, он может все испортить. Значит, вкладывайте какие-то усилия, чтобы мозги у человека были направлены на конструктив, на созидание. Разрушить нетрудно этот результат. Еще раз хочу сказать, нетрудно. Трудно сохранить, потому что вкладывайте в мозги, выстраивайте отношения со своими детьми, потому что это будущее подростки. Что тут еще добавить? Здоровье должно стать образом жизни. Начинать с микродоз, пищевой дневник, изучение первых добавок, введение микродоз. Добавки должны быть едой для всей семьи, а не лекарством для одного аллергика. Ребенок должен быть утвержден в мысли, что здоровье – это результат усилий, интеллектуальных и волевых. Его нужно и заработать, и сберечь. Будьте здоровы и наполняйте свои 40 квадратных метров всасывающие поверхности системы пищеварения, осознанно, ответственно и здорово. И, соответственно, будьте здоровы, в хорошем настроении, в бодрости и занимайтесь своим бизнесом с полным пониманием, как это важно для каждого современного человека, особенно в разреде аллергоза. У меня на сегодня все.